Агентство Азербайджанской Республики по разминированию в региональном офисе, расположенном в Геогельском районе, проводит учения новобранцев на должность операторов и по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. С процессом подготовки ознакомилась и съемочная группа телеканала CBC. Разминирование освобожденных территорий требует чрезвычайно ответственного и тщательного подхода. Перед тем, как приступить к исполнению служебных обязанностей, саперы проходят специальный курс подготовки. В учениях в региональном офисе Геогельского района Анама принимают участие 44 новобранца из 15 районов Азербайджана. Курс подготовки длится 5 недель. По окончанию обучения учащиеся должны сдать экзамены. Те, кто успешно сдаст экзамены, получат сертификаты и смогут приступить к работе в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию. Однако первые три месяца у новобранцев испытательный срок. В этот период они практикуются на относительно безопасных участках. Только после этого саперы начнут выполнять работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на более сложных территориях. Курс подготовки будущих саперов состоит из теоретических и практических занятий. Теоретическая часть включает в себя доскональное изучение техники безопасности, а также ознакомление с оборудованием видами мин и боеприпасов. Практические занятия проходят на участке, максимально реалистично отражающем ситуацию на заминированных территориях. Расскажите, пожалуйста, как в процессе обучения распознать ошибку сапера и не допустить ее повторения. В практических занятиях мы подробно знакомим новобранцев со всеми правилами и стандартами. Наличие специального оборудования позволяет нам наглядно проследить за тем, не совершает ли учащийся какую-либо ошибку. На панели загорается лампочка и воспроизводит звуковой сигнал, что имитирует взрыв и свидетельствует о допущенной ошибке. В этом случае мы вновь тщательно объясняем новобранцу теорию и на практике многократно воспроизводим действие, в котором была допущена ошибка. Пятеро из обучающихся являются участниками 44-дневной Отечественной войны. Исмаил Гусейнов принимал участие в боях в различных направлениях и был награжден медалями. Записаться в новобранца его подвигла любовь к родине. Занятия здесь проходят на самом высоком уровне. Я с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к выполнению поставленных задач, решения которых будут способствовать безопасному ведению работ на освобожденных от оккупации землях и спокойному передвижению и проживанию там гражданских лиц. За последний год агентством по разминированию было проведено пять подготовительных курсов, в которых принимали участие новобранцы из разных регионов страны. Стоит отметить, что с желанием пройти курс подготовки и в последующем стать сотрудником АНАМА к нам часто поступают обращения и от женщин. На данном этапе мы стараемся реализовать все необходимое для того, чтобы в будущем и у них была возможность принимать участие в учениях. Ряды отважных бойцов, которые каждый день рискуя своей жизнью, борются с невидимым противником, пополняются. Патриотический дух высок. И победа над скрытым под землей врагом обязательно будет одержана. Михаил Алтухов, Фирус Рагимов, CBC.